Затем Здравствуйте, дорогие друзья! В детстве мы зачастую не придаем значения многим вещам. Но с возрастом воспоминания о детских годах становятся нам все дороже и дороже. И какой-нибудь самый обыкновенный предмет, напомнивший нам о детстве, вдруг становится дорог. Впрочем, вы, наверное, об этом еще не задумываетесь. Но с годами все меняется, и, может быть, кто-нибудь из вас потом вспомнит наш этот разговор. Но это потом. А пока давайте-ка я вам прочту одну историю, где кое-кто тоже вспоминает о своем детстве. А кто и что, вы сейчас узнаете. Итак, были у одного барина дочь и сын. Лешенька, ну сколько можно, а? Зачем только согласился? Согласился? Значит, терпи. Дети мои, дети мои, смотрите, что я нашел. Что, папенька? Это же надо. Часы. Да, да, дети мои, это часы. Какие они старенькие. Ну, не такие уж они и старенькие. Им столько же лет, сколько мне. Это часы моего детства. Они появились в нашем доме, когда я был еще совсем ребенком. Это неповторимое тик-так, тик-так, тик-так. Я готов был слушать часами. Мне казалось, что внутри происходит какая-то сказочная жизнь. Живут какие-то гномики. А уж если в часах заканчивался завод, это было целое событие. А домашние срочно велели разыскивать меня. И я, только узнав об этом, мчался по коридорам, прибегал. Мне на подносе давали ключик. Я, умирая от волнения, вставлял ключик и крик-крак. И раздавалась эта неповторимая тик-так, тик-так, тик-так. Какая радость. Они и сейчас еще выглядят вполне. Нужно только немножко протереть и бархоткой, бархоткой. Для блеску. Надо Анфисе сказать об этом. Ай! И ключик, и ключик. Сохранился. Да, ну ладно. Положу здесь. Смотрите, без меня, чтобы... Понятно? Понятно, папенька? Понятно. Понятно. Ах, как это прекрасно. Ах, часики, часики. Вот уж порадовали, так порадовали. Братец, а ты слышал, как они ходят? Я нет, не успел. А что, если нам их... Взять. Да. Развернуть. Да. И послушать. Да-да-да-да-да-да-да-да. Тихо-тихо, я ничего не слышу. А я что-то тоже ничего не слышу. Зачем мы их только трогали? Не мы, а ты. А может быть, у них завод закончился? А, точно. Подожди, здесь где-то ключик был. Вот он. Сломались? Сломались. Ой, а что ж теперь папенька скажет? Я не знаю, но, по-моему, лучше сразу во всем признаться. Да, какая неприятность. Слушай, братец, а может мы сами будем тикать? Чего? Чего тикать? Тик. Так? Тик. Так, тик. Так, тик. Так, тик. Ну вот, папенька ничего и не заметит. А потом, глядишь, и к часовщику снесем часы. К часовщику это хорошо. Дети мои. Дети мои, знаете, что я решил? Что, папенька? Такую ценность, такую, можно сказать, реликвию, мы не будем отдавать Анфисе. Мы сами ее начистим и протрем. Можно сказать, собственными руками. Что это такое? Вам не кажется, что с моими часами что-то случилось? Да нет, папенька, по-моему, все в порядке. Нет, ну как же, они стали очень громко тикать. По-моему, как обычные часы, ничего особенного. Да? Причем, что интересно, с обеих сторон. Так это у папенька эхо. А-а-а. Ну, такое, знаете, домашнее эхо. А-а-а, прекрасно. Только этого быть не может. Потому что часы-то ведь были сломаны. Так. Да. Когда вы, ой, впрочем, вас-то еще не было, конечно. Когда я учился в пятом классе гимназии. Причем ни один часовщик не взялся их отремонтировать. Ни один? Нет, ни один. Так. Ой, какой ужас. Да. Тик-так-тик. Так. Так. Да все, все. Папенька, понимаете, мы просто без спроса решили их послушать. Да я уже понял. Мы подумали, что сломали. И вот чтобы вас не расстраивать, мы… А-а-а, ну это вот как раз уже и не получилось. Потому что вы меня как раз расстроили своим обманом. Ну неужели же вы до сих пор не поняли, что все тайное обязательно непременно становится явным? Да мы поняли, папенька. Да поняли, папенька. Ну вот и хорошо. Значит, придется оставить вас без сладкого на две недели. Опять на две недели. А сейчас мы займемся делом. И начистим их. Ну, начинайте. Вот такая история, дорогие мои. Ну что тут скажешь? Сколько не обманывай, сколько не старайся, а все равно. Обман рано или поздно раскроется. И слава Богу, друзья мои, слава Богу. Лучше, если все обманы будут раскрываться здесь, в этой жизни, чтобы у обманщика было время раскаяться, попросить прощения у тех, кого обманул, да исправиться. Я прощаюсь с вами, дорогие мои. До свидания. Помогай вам, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок